Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Девушки на острове превратились в старушек. Лиза Полыгалова рассказывает, перевоплощались в старушек, чтобы наши женихи проявили к нам любовь и в таком образе. Ведь чувства должны существовать всегда, потому что любят душу. Только жаль, что они не справились. Также Лиза опубликовала свою фотографию после одной из тренировок. «Не могу я сидеть на месте», пишет девушка. «Когда появляется свободное время, я стараюсь посвятить его спорту. Мне нравится работать над собой. Ноги у меня мокрые, потому что занималась на пляже и решила побегать по океану. А то набегут сейчас опять самые умные и скажут «Мужик». Видимо, вы мужиков нормальных не видели, господа. Так что не несите бред». Ира Пинчук призналась в своих страхах и слабостях. «Многие задают вопрос по поводу того, чего я боюсь. Так вот, отвечу. Единственный мой страх – это лобное место. Когда нужно высказать свое мнение, тут отключается мой мозг. Все мысли в кучу, начинаю нести бред, после которого смешно и стыдно. Это единственный момент, из-за которого я переживаю. И не знаю, как побороть этот страх». Рита Керн продолжает удивлять своих фанатов развратными фотографиями. Обычно Рита показывает свою пышную грудь, но на этот раз ее бюст был прикрыт. Зато Рита соблазнительно подняла подол длинного платья. И, конечно же, все не могли не заметить, что девушка забыла надеть трусы. Теперь перейдем к новостям с поляны. На проект пришла мама Майи Донцовой. Ее зовут Ирина, она хочет помочь своей дочери найти хорошего, достойного парня. Майя до сих пор не смогла разобраться в своих амурных делах. До сих пор у нее были только неудачные любовные треугольники или ночью в мужской спальне без продолжения. Редакция сайта Дом-2 рассказала, что Ксения Бородина и Оля Рапунцель поругались. Бородина жестко поставила Рапунцель на место. Бородина спросила Олю, «Ты кто такая девочка? Ты с ума сошла?» «Я бренд проекта», – ответила Рапунцель. «Иди полечись», – сказала Бородина. «У тебя с головой ненормально». Глеб Жемчугов вместе с сыном Мишей сейчас проводят время в гостях у своей семьи. «Мой сын, люблю тебя, котенок. Спасибо тебе и твоей маме, Олечке Ветер. Люблю вас, моя семья», – пишет Глеб. Татьяна Владимировна Африкантова очень скучает по проекту. Ей не хватает возможности блистать в эфирах, да и заработок у нее был очень неплохой. Женщина призналась, что недавно она проверила свою зарплатную карточку, которую получила на проекте. Она не озвучила всю сумму, но отметила, что на эти деньги можно целый год жить. Татьяна Владимировна хочет вернуться назад. Бывшая участница проекта Катя Король решила рассказать правду о своем участии в «Доме-2». Оказалось, что ее отношения с Денисом Козловичем были только для шоу. Катя пишет, «Учитывая, что Наталья Бичан и Денис покинули проект, я решила рассказать вам всю правду. Между мной и Денисом никогда не было полноценных отношений. Это все чистое шоу. К проекту я всегда относилась только как к шоу и к возможности получить известность, не более того. И мой уход был связан совершенно с другим. Я просто встретила достойного мужчину, который сделал мне предложение, и я потеряла интерес к проекту». Ну а сейчас, судя по фотографиям из свадебных салонов на ее странице, король готовится к очередной свадьбе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ.